Друзья, привет! Приготовьтесь насыщаться роскошью. Девушка, живущая в Америке, показала дворец простой русской патриотки Елены Малышевой, любительницы Путина и доктора с Первого канала. Так, ребята, мы сейчас находимся в Алпайн, штат Нью-Джерси, и хочу вам показать дом нашей всеми известной русской ведущей, доктора Елены Малышевой. Вот так вот выглядит ее особняк. Здесь нельзя заходить, здесь везде камеры, сейчас на территории. В прошлый раз парень, который пытался подснять дом, была вызвана полиция. Вот так вот выглядит дом народного доктора. Как вам такие хоромы? Адрес. Охренеть. Да. Хозяйка дворца очень переживает, что ее скрепный патриотичный домик кто-то снимет на видео и выложит в сеть. Поэтому, если увидят кого-то с камерой, сразу вызывают полицию. Хотя, чего там стесняться? Дом, по некоторым данным, порядка 1100 квадратных метров. В нем около 20 комнат. И стоит он всего лишь порядка 8 миллионов долларов. Более 600 миллионов рублей на текущий курс. По сути, какая мелочь. Давайте посмотрим на этот замечательный домик в Гугле. Вот она эта улица, вот он этот адрес. Но только почему-то на картах Гугл он засекречен, заблюрен. Судя по всему, хозяйка очень постаралась, обратилась в Гугл, чтобы Гугл замазал ее домик. Русская патриотка, любящая Россию и Путина, очень не хочет, чтобы простые россияне могли зайти на карты, полюбоваться роскошью и насладиться патриотизмом. Так и может быть все домики заблюрины, спросите вы? Да нет, соседний дом вот сзади, никак не замылен. Почему-то его хозяин не переживает. Потому что его хозяин, наверное, американский патриот. А вот русские патриоты как-то свои роскоши стесняются. Скромные они у нас. Чтобы убедиться в том, что дом, который девушка показывает на видео, и дом с Гугл-карт. А то мало ли, вдруг это все-таки разные дома. Вдруг дом Малышевой не заблюрен. Посмотрим на фонари внимательно на этих кадрах. И вот на заборе дома. Похоже, скажете вы? Да это они, отвечу я. Но может быть этого недостаточно? Мало ли таких фонарей в Америке. Америка большая. Давайте переместимся дальше немного по улице. Вот она конструкция интересная, да? Другой такой похожий, наверное, сложно найти. Тем более, здесь какой-то столбик немного покосившийся. Вот он. И на видео девушки мы видим, и на Гугл-картах. Не знаю, конечно, что это за конструкция, но наверняка это какие-то коммуникации. И чтобы понять, что это действительно эта коммуникация, посмотрите внимательно. Вот она ладка на асфальте на Гугл-карте. И у девушки на видео она тоже есть. Вот они какие, русские патриоты. Которые гребут бабло, дурачи россиян. Восхваляют Путина, ругают Америку. Но скупают недвижку почему-то там. А для других же русских патриотов. Внутри России приготовили условия, которым Малышева молча позавидует. Жителям Татарстана обещают довольно внушительную сумму, порядка 100 тысяч рублей. Если они приведут друга в военкомат, а тот подпишет контракт с Минобороны. Такой, знаете, патриотичный сетевой маркетинг. Да, такую акцию запустили власти Татарстана. Ее рекламируют государственные СМИ. Объявление размещено на сайте, который создал ДОСАФ и Минобороны. Еще несколько дней назад жителям обещали сумму в 50 тысяч рублей. Но сейчас ставки выросли. Ставки слишком высоки. Как рассказывает Анатолич, очереди в военкоматы просто километровые. Тем временем акции в Татарстане. Приведи друга и получи повестку. Не, приведи друга и получи сотку. Да. Акция «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» заиграла новыми красками. А это другой патриот. Уже из Белгородской области. Житель Шибекина в футболке «Всех порвем красиво, Россия» внезапно начал интересоваться политикой. Вот прилетело, куда мне обращаться? Машину побило. Двери, стекла, колесо, лобовое стекло купило. Что делать при этом? Я, конечно, не спец по автомобилям, но что-то мне подсказывает, что вот это американский Ford Focus 3 в кузове седан. Вот сейчас покажу изображение, можете сами сравнить по задним фонарям. По крайней мере, эта бричка мне Focus напоминает. Патриот. Хотел порвать всех красиво. Но пока порвало только его американский Ford Focus. И что делать, спрашивает Патриот. А губернатор же вам сказал, хоть своих и не бросают, но эвакуироваться нужно самостоятельно. Когда рассказываю про очередные прилеты по Белгородской области. Крайне мало, конечно, но все-таки находятся 6-ти вольтовые комментаторы, которые пишут. Ты что, радуешься этому? Полным пи***ем нужно, конечно, быть, чтобы радоваться происходящему в принципе. Но есть такая народная мудрость. Если ты хочешь рвать других, помни, что твоя хата не с краю. Она на очереди. А теперь потрясающие новости традиционных семейных ценностей. Присядьте, пожалуйста, если стоите. В Совете Федерации осудили мужчин, которые ходят в спортзалы. Что ты такое несешь, спросите вы. А я вам лучше процитирую слова сенатора Ольги Яковитиди. Мужчина должен работать, приносить деньги в семью. Он должен вспомнить, что он прежде всего кормилец. А наши мужчины где сегодня? А где, кстати, наши мужчины? Все, блин, по качалкам. Ну ладно, продолжим. Они в спортивных залах. Они смотрят на красоту своего тела. Ух, какие! У нас сегодня мужчин в салонах красоты, наверное, больше, чем женщин сокрушается Ольга. Следующая новость сразу же, но уже из Госдумы. В Госдуме заявили, что турецкие сериалы – это причина ложного образа идеального мужчины у россиянок. В комитете Госдумы по вопросам отцовства назвали турецкие сериалы виноватыми в создании ложных образов. Цитата. Надо запретить турецкие сериалы, потому что турецкие сериалы – это билиберда полнейшая. Русские сериалы про полицейских – вот это, конечно, образец сериалов. Это вранье от начала и до конца. Все эти пожиратели Наташ, которые вдруг… Я не знаю, друзья мои, как это цитировать. Ладно. Сразу перенесемся в конец цитаты. У людей складывается ощущение – вот он, прекрасный мир, вот оно, отношение к женщине. Им создается ложный образ мужчины, который не настоящий. Турецкие мужчины в сериалах просто слишком хорошо выглядят. Поэтому россиянки мечтают о турках, говорят в Госдуме. Нашли, значит, очередных врагов – мужчин, которые следят за собой и ходят в качалку. И турецкие сериалы. Хотя что это? Турция – это же страна НАТО. И проблема-то получается тех, кто не занимается спортом. Не в том, что они не занимаются спортом, а в том, что другие занимаются. Вот это, конечно, приехали. Россия кричат – правоприемница СССР. Плакат в СССР. Спорт – это здоровье, воля и мужество. На плакате современной России нужно разместить сенатора Ольгу Коветиди, как образец для подражания. И написать лозунг. Ходишь в спортзал – хорошо выглядишь. Враг – предатель – инагент. Дмитрий Медведев тем временем начал раньше, чем обычно. Напомню для тех, кто, возможно, забыл. Медведев – это бывший спойлер Путина. Назывался он тогда президентом России. И, по сути, официальное российское лицо, занимающее хоть и выдуманную должность, но, тем не менее, довольно высокую. Он ответил заявление из НАТО, которое гласит, мы продолжим поддерживать Украину на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. И вот ответ Медведева. Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы необратимый путь Украины в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого. 2022 год. Освободим братский народ. 2024 год. Украина должна исчезнуть. Для Дмитрия Медведева будет выделена отдельная скамейка. Но, кстати говоря, умные мысли часто преследуют его. Но, знаете, Медведев тоже не промах. Промелькнулось, что оплата труда курьера, например, она может быть больше, чем оплата труда инженера. Это, очевидно, перекос на рынке. И такого быть, конечно, не должно. При том, что рынок все больше и больше требует людей, которые занимаются служебными, обслуживающими функциями. Но, тем не менее, это ненормальная ситуация. Это, конечно, повод государству и нашей партии призадуматься о том, каким образом это все регулировать. Тем более, что при всей важности этой сферы, вот этой цифровой оболочки современной жизни, не только экономики, а всей нашей жизни, реальное производство из жизни никуда не ушло. И если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора вот в этот сектор, это для нас может создать когда-нибудь реальные проблемы, настоящие проблемы. Как думаете, кстати, что у него в кружке там? Гений мысли, современный классик. Бывший, повторюсь, спойлер президента России. Зарплата курьера, ребят, может быть и не должна быть выше, чем у инженера. Только вот это как раз отличный показатель 25 лет правления. Развалили науку, разворовали заводы, развалили образование, а теперь вот удивляются. А кто это сделал? А ведь это отличный показатель, что в путинской России курьеры более востребованы, чем инженеры. И что довольно часто ребята, которые учатся по 6 лет в универе, бакалавриат, магистратура, потом идут не по специальности, а как раз курьерами работать. Потому что денег там просто больше. И это не у курьеров зарплата выше, чем у инженеров. Это у инженеров зарплата ниже, чем у курьеров. Казалось бы, в чем разница? А есть один нюанс. При перестановке мест слагаемых становится понятно, до чего довели страну. Это теперь, послушайте, мед. Ну просто медятина. Российские пропагандисты заявили, что был предотвращен так называемый хлопок на адмирале Кузнецове. А адмирал Кузнецов, к слову сказать, года с 17-го, наверное, стоит на ремонте. И непонятно, когда он еще оттуда выйдет. И в качестве доказательства показали вот эти кадры. Я являюсь внесущим, проходящим службу на тяжелом внесущем крейсере адмирал Советского Союза Кузнецов. В марте 2024 года на меня посредством иностранного интернет-мессенджера по видеосвязи вышел некий Олег. И он сообщил, что является сотрудником ЦИПСО и его деятельность курируется непосредственно руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Абуданова. В ходе телефонных разговоров с использованием приемов психологического воздействия Олег пытался завербовать меня для совершения терапия на военном корабле. Звонит, значит, по видеосвязи русскому патриоту иностранный шпион в иностранном мессенджере. И прям так и говорит. Меня, значит, Олег зовут. Я есть ЦИПСО. У меня есть вот такой-то руководитель. И меня попросили вас завербовать. Надо тут кое-что натворить. Устроить хлопок на адмирале Кузнецове. А я вообще-то сам знаешь, помимо шпионства еще, в такси подрабатываю, ну чисто так, для души. Живу на Банковой, говорит Олег. Ты мои контакты черкани, если вдруг заинтересуешься, ты меня потом по видеосвязи набери в иностранном мессенджере. Ну или заезжай, вдруг проездом будешь. Шедевры российской пропаганды можно даже не комментировать и никак не нарезать. Можно как в китайской мудрости. Сидеть на берегу реки и ждать, когда они сами вот такое покажут. А сейчас будут хорошие новости. Зет-патриоты в комментариях частенько пишут, а чего ты Америку-то не показываешь? Я хоть и объяснял, что Америка это не моя страна и что американцы сами с собой там разберутся, что им делать и как жить. Они, по крайней мере, могут выйти хоть на пикет, хоть на протест и спросить у власти, почему у нас вот так они по-другому. Но раз просят, давайте все-таки погреем их душеньку. Потрясающая новость пришла из Нью-Йорка. Там местами тоже все скрепно, уютно и по-домашнему. Мэр Нью-Йорка представил новейшую инновационную разработку. Там теперь, чтобы не разводились крысы, будут устанавливать мусорные баки. Ранее в Нью-Йорке вынос мусора выглядел примерно так. Просто кладешь пакет, оставляешь у дороги, специальная служба приезжает и забирает. Причем подобное показывают не стесняясь даже в американских фильмах. Но вот теперь жители Нью-Йорка смогут порадоваться таким вот современным интересным внедрением. Ну и давайте все-таки вернемся назад. У нас есть свои скрепные новости. Россия может остаться без китайских автомобилей и без китайских комплектующих к ним. СМИ пишут, что из-за невозможности перевода платежей в Китай сейчас с этим возникают трудности почему-то. Появились проблемы с поставкой запчастей и с поставкой автомобилей. Дилеры жалуются. Нашим друзьям из Америки удалось добиться, чтобы Китай приостановил платежи. Проблема у всех одна. Она огромная, как клубок. А знаете, а давайте сейчас твердо и четко заявим этим американцам. Да и в принципе китайским братьям тоже. А то что они? Ишь какие. Нам на это пофигу, если честно. У нас свой автопром развивается просто прекрасно. У нас за последние два года появились москвичи. Появились новые Волги. Так что нам этот ваш китайский автопром даром не нужен. А я не прощаюсь.